Добрый вечер, дорогие мои! Погода разгулялась! Я вышел в дождик, не знал, туда или сюда податься, но в конечном итоге разгулялась, и стало всё как-то хорошо. И мне сегодня прямо как-то вообще хорошо, потому что вчера президент на совещании высказал в поддержку инженеров хорошие слова, сказал, что инженеров нужно в России поддержать, и практически завершил вот мой трёхлетний, как говорится, экскурс в инжиниринг. И я никак не ожидал, мы сегодня вот с сыном переговорили, что никак не ожидали, когда я первый раз три года назад, 5 июня, в музее Бернардоса, Николай Бернардоса, заговорил о инжиниринге для детей, что в конечном итоге выльется это в то, что вот вчера президент дал поручение, можно так сказать, всей стране и всем, кто к этому относится, развивать инжиниринг, развивать, вот, чтобы как можно больше детей было и студентов, ну и людей было с инженерным образованием. При этом он вспомнил о том, что в Советском Союзе было достаточно их много, но как немножечко девальвировали их звания. Зарплата у них была 120-150 рублей, как бы не больше, хотя я был на комбинате работал, инженера, конечно, побольше получали. Ну, не знаю, у него такие сведения. Но при этом я с ним совершенно согласен, что в конечном итоге, если в конце 19 века, начале 20 века звание инженер, это звание, которое отличало человека от других. И мы помним, и я вам рассказывал, что оказалось, что вот во всем развитии России штатных, то есть официальных, закончивших специальное образование инженеров, было, по-моему, 10 или 15 процентов всего. А остальные инженера получали это звание, ну, где-то что-то поучившись, но главное, доказав, что они могут быть инженерами. А в Советском Союзе всех стали называть инженерами, кто закончил определенные факультеты в определенных вузах. И поэтому, когда он говорил инженер, то такое было, ну и что, что инженер? А я работяга. Тем более, что в Советском Союзе рабочий класс был правящий, а интеллигенция – это обслуживающий рабочий класс. Поэтому такое вот... Вот очень бы хотелось, чтобы этой девальвации не произошло. И сейчас, что вдруг появится много школьных, студенческих, ну и вообще таких инженерных каких-то структур, которые в конечном итоге будут объявлять, что вот это инженер, и вот он, этот инженер, готов к работе. А по сути человек не будет инженером. Не будет инженером. И еще раз напоминаю, что переводы-то, понятия инженер разные, в том числе, что это изобретатель или создатель чего-то. Но ведь основное-то понятие инженера – это особо рожденный или особенный от рождения человек. От рождения человека. То есть вот он проявить свои особенности, способности должен где-то от рождения. И мы сегодня с сыном обсуждаем и говорим, ну а кто вот инженеры, на мой взгляд, вот я, хотя я, нет, я видел очень такого Трифона Альберт Григорьевич, может кто знал такого в Москве, в Московской области он потом руководил, в Подмосковье он изобретатель двигателей ракетных, ну в общем такой большой человек. Вот инженер такого и здоровый, и умный. А так в основном-то у нас, как сын их называет, шурики, инженера. То есть они чудики эти инженера. И они немножечко не такие. И казалось бы, именно их-то не очень-то особенно и поддерживают, как правило. То есть вот победители школьной спартакиады, победители школьной, там, Олимпиады. Вот их поддерживают. А эти ходят такие, значит, чудики, шурики, а на самом деле в голове у них кипит. Они на самом деле как раз вот уже и приучаются свои мысли использовать в инженерном плане. Но общество их не принимает, то есть вот туда, куда надо. Надеюсь, что сейчас будет принимать. Надеюсь, что всё-таки поймут, потому что, опять же, есть уже у нас примеры, опять же, с сыном, как каких-то студентов вызывают откуда-то, берут к себе в высшие заведения, и там с ними начинают проводить правильную работу. Но я так хочу сказать заключительную часть инженерам и тем, кто обучает инженеров о том, что и из чего делают инженера свои изобретения, я бы так сказал. Причём изобретения, ещё раз повторяю, инженер действительно должен быть в любой направлении деятельности. Это не только техническая деятельность. Инженер человеческих душ, это же звучит так вот громко, гордо, но это тоже так. На мой взгляд, это тоже верные понятия, что тот, кто может создавать человеческие души, из них создавать людей, из них создавать святых, это особые люди, вот эти святые, которых мы с вами и знаем, и перечисляем, и лично общаемся, или общались. Я вот отца Наума считаю, что он просто исключительно был инженер человеческий дух, хотя у него и по образованию он был тоже инженер. Или отец Амбросий Юрасов, ну и так далее. Я видел много инженеров человеческих душ, как и инженеров в социальной сфере, инженеров в политической сфере. Но я открою вам секрет, что то, из чего они создают, что имеется у них как творческий продукт, не является материальным средством. Не является. Ни в какой, ни в отрасли, где железки из которых создают, не в отрасли, где кирпичики и панельки, это архитекторы, это тоже инженера, не в отрасли такой социальных и других всяких таких наук. Поскольку, на мой взгляд, материалом для инженеров является дух. Дух. Вот то, из чего состоит вся материя. Материя же ведь сейчас, можно так сказать, непонятно из чего состоит. Если вы следите за тем, как развивается понятие, что такое материя, и из каких она состоит частей или частиц, то вы можете сейчас встретить мнение ученых, что уже запутались и вообще уже пришли к тому, что частицы не имеют материальности. Ну, как минимум, вот фотон, вот этот свет, который вы сейчас на мне видите, он не имеет материальности, ни веса, ни никакие. Но он свет, но он светит. Вот почему-то он имеется. И даже давит, как мы помним. У нас по физике было, что свет может давить, может выбирать место, куда ему идти, какие-то щели свои выбирает. Так вот, даже та материя, которую мы с вами видим, она уже не определена как материя, состоящая из частиц. Поэтому вот квантовая механика, вся квантовая наука говорит, что это никак уж не частицы, у которых вот что-то летает, что-то там, как нам всегда писали, сейчас они по-другому эти частицы рассматривают. А в теории струн, которая сейчас принята во всём мире, где пространства могут быть в одной точке, 11 пространств сразу, вообще исключают понятие материи. Это вообще всё некая волна или некая такая согласованная вибрация. Так вот это и есть дух. Это и есть та материя, из которой инженер своей головой и сердцем создаёт что-то, то, что в конечном итоге является нам как продукт его творчества. И делает он это головой и сердцем, потому что голова даёт разумное осознание и рисует вот то, что должно быть создано, а сердце добавляет к этому любовь. Оно стимулирует вот это всё создание. То есть по существу, из духа вот своими руками сознание, ума и сердце инженер берёт и лепит всё. Архитектор здания, значит, машиностроитель, кораблики, значит, социальный какой-то там руководитель, общество создаёт, какие-то вот это. То есть вот здесь и материя всего этого, процесса, который используется, это дух. Ведь всё из этой материи. Господь не дал нам ни деревьев, ни траву. Он дал дух, слово. То есть вот разумная работа мозга или духа Бога всё вот это вот таким образом воплотило и овеществило. Точно так же работает и инженер. Поэтому тот, кто собирается учить инженеров и думает, что это вот надо ему дать набор знаний каких-то, надо ему дать способность чертить там и так далее, должен понимать, что таким образом он ему даёт набор готовых элементов. Ну, точно так же, как ребёнку дают кубики и есть инструкции, как из этих кубиков сделать домик. Да и ребёнок и сам поймёт, как из него что-то сделать. Или архитектор так. Вот на самом деле для настоящего инженера кубиками является дух. И в этом плане я просто всем советую, забудьте, что есть материальные средства. Для инженера нужен дух. И не бойтесь ничего изобретать. Не бойтесь фантазировать. Не бойтесь... Потому что всё, что вы сфантазируете, вот что вы не выдумаете, оно будет воплощено. То есть вот оно воплощается. Оно в духе сначала воплощается, а потом оно материализуется. К сожалению, плохие вещи точно так же. То есть у нас огромное количество, как сейчас уже обнаруживают, всяких каких-то чудовищ, ещё чего-то. Это всё материализация вот больного сознания и больного инжиниринга. На самом деле. Мы это видим в ужастиках, где материализуют всё это больные, как говорится, люди. Вот. Поэтому хороший инженер должен думать о хорошем, мечтать о хорошем, фантазировать о хорошем, но фантазируя, осознавать свою творческую деятельность, свою работу. Не просто блуждать, а вот конкретно формулировать в конечном итоге идеи в некие конкретные творческие изделия. И пусть не всё пойдёт в дело, как тот же Николай Бернадос умер, а из его изобретений ничего не было на данный момент реализовано. А после смерти всё. И стиральная машина пригодилась, и открывающиеся двери, и эксхалаторы, и торпеды. Всё, всё. Так что вот инженер должен помнить, что работать может в любых условиях, работать может без единого инструмента, в голове создавая свой продукт, и он будет реализован. Вот такое моё напутствие инжинирингу. И на этом, наверное, мы закончим трёхлетний экскурс в эту тему. Нет, ну, надо будет следить, конечно. Ладно, ещё вернёмся. А пока в добрый путь всем, кто идёт в инженерные ангелы. Во как! В инженерные то есть в творческие ангелы. Здоровья всем, радости. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok